До начала остается несколько минут, а участницы продолжают репетировать. Походка, движение, улыбка. На сцене все должно быть идеально. Звание королевы красоты просто так не дается. И только за кулисами они могут позволить себе быть собой. Каблуки долой, на лицах волнение и усталость. К конкурсу девушки готовились больше месяца. Очень тяжело и хочется уже поскорее выйти на сцену. Я привыкла ходить в балетках на сплошной подошве. То есть очень тяжело все-таки. На сцене участницы удивляли не только жюри, но и своих близких. Каждая пришла с группой поддержки. До самого выхода от Алены Кожевниковой не отходила мама. Она посоветовала девушке участвовать в конкурсе и помогала на протяжении всей подготовки. Конечно, волнение, не передаваемое, чтобы не подвести, наверное, всех своих близких, которые мне помогали, всю мою семью, которые меня готовили к этому конкурсу, и представить достойную свою номеру. Я всегда по жизни поддерживаю, поэтому как мама, естественно, я волнуюсь. И были какие-то моменты такие волнительные, но все это позади. Я думаю, что все будет хорошо. Сейчас такие эмоции горло. 13 участниц жюри выбрало из сотен заявок. Этой чертовой дюжине предстояло в полной мере испытать на себе выражение. Красота требует жертв. Нужно было не только научиться ходить от бедра на высоких каблуках. Одним пришлось худеть, другим набирать вес. Каждую неделю организаторы измеряли параметры, чтобы к дефиле в купальниках фигура была идеальной. Королева должна быть, во-первых, самой лучшей. У нас 12 членов жюри. Жюри будут выбирать по шести критериям. В конце мы будем все суммировать баллы, и, соответственно, будем выбирать все номинации. И самую главную победительницу по баллам, кто больше наберет. Как бы честный конкурс, поэтому мы решили сделать по баллам. Умение держаться на сцене, внешняя красота и фигура, творческий номер и подача себя. По этим критериям жюри выбирали королеву Липецка. Девушек ждало несколько дефиле, но самым сложным оказался творческий конкурс. Одни участницы пели, другие удивляли жюри своими кулинарными способностями, третий танцевали. Самой красивой и талантливой, по мнению жюри, оказалась студентка ЛГТУ Анна Муравщик. Девушка учится на факультете туризма, увлекается плаванием, легкой атлетикой, танцами, вокалом. Ей досталось короны, жемчуга и кристаллов Сваровски. Только радость, гордость, то, что вообще, я бы даже хотела, не знаю даже, как сформулировать. Я это сделала, наверное, для родителей. Первой вице-мист стала хореограф и дизайнер Юлия Шацких. Их и эти девушки представят наш регион на конкурсе «Мисс Черноземья», который состоится 8 июля в Орле. Ольга Родин, Алексей Великанов, Липецкое время.